Многих жителей волнует вопросы платы за коммунальные услуги, тем более что тарифы с каждым годом только растут. Отдельный вопрос капитальный ремонт домов. Плата за который берется, а сам ремонт то ли проводится, то ли нет, то ли не в полном объеме. Принятие нового закона и специальные программы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, должно урегулировать ситуацию. Далее подробности. В рамках реализации партийного проекта «Единая Россия. Управ. Дом» 28 февраля в здании управляющей компании ЖКХ была организована работа круглого стола. Темой обсуждения стала реализация закона Московской области номер 66 2013 года об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области. В мероприятии приняли участие члены партии, представители администрации поселений, старшие по домам. Проект «Управ. Дом» предусматривает создание системы эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в сфере ЖКХ для повышения качества жизни. Основные задачи проекта. Создание так называемого института управляющих многоквартирными домами, формирование системы обучения и повышения квалификации управляющих. Вторая задача проекта. Создание условий для стимулирования собственников и нанимателей жилья к фактическому учёту коммунальных ресурсов, для обеспечения прозрачности путежей за предоставленные нам услуги. Идея создания программы по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах возникла после проведения мониторинга состояния жилого фонда в 2012 году. На сегодняшний день мы имеем порядка, ну в объёме Российской Федерации, порядка 70% жилищного фонда, износ которого свыше 30%. И в ближайшие 10 лет, по прогнозам специалистов, порядка 10% жилого фонда в целом по стране может прийти уже в абсолютную негодность. Подготовив необходимую нормативную базу о капитальном ремонте, программу утвердили 30 января 2014 года и сейчас уже подошли к первому этапу её реализации. Поселения проводят встречи с жителями в рамках утверждённых графиков по выбору способа накопления средств. И дальше, ну по ходу реализации, там целый план реализации этой программы. С 1 мая начнут производить начисления, а с 1 июня у собственников возникнет обязанность по уплате минимального взноса за капитальный ремонт 7 рублей 30 копеек. Ближайшей задачей является проведение собраний жителей и выбор способа накопления средств. В соответствии с законом есть два варианта. Либо средства попадают к региональному оператору, который будет непосредственно организовывать конкурсные процедуры, торги по выбору подрядной организации и реализовывать проект. Либо жители могут выбрать способ накопления на специальном счёте. И это выгодно особенно товариществам собственников жилья, которые имеют в управлении новые дома. Затем органам местного самоуправления поселения необходимо будет сформировать краткосрочные программы капитального ремонта на ближайшие три года. Это позволит включить в план те дома, которые подлежат ремонту в первую очередь. Впереди большая системная работа. Срок реализации программы рассчитан на 25 лет. Но целесообразность такого проекта всё равно есть. Он создаст условия, которые позволят гражданам эффективно управлять многоквартирными домами, формировать комфортную среду проживания. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.